Девушки отдыхают Чтобы студия-разработчик, ну не дай бог, не потеряла лишнюю копеечку Ранние доступы, резанные проекты и DLC за полную стоимость игры С каждым годом этого становится все больше и больше И потому такие вот проекты как Unravel для меня обладают особенной ценностью Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы стать независимым разработчиком, которого могут поддержать сами электроники Возможно, надо просто быть здоровым мужиком и расплакаться на презентации своей игры во время Е3 Обнимая дрожащими руками куколку из пряжи Ну а может быть необходимо создать одного из самых необычных и запоминающихся игровых персонажей Да еще и придумать для него впечатляющую историю и подачу Как бы там ни было, руководителю шведской инди-компании Cold World Interactive Марку Салину удалось сделать то, что не получается у многих И выбить финансирование на свой впечатляющий и действительно необычный проект под названием Unravel Который лично в меня вселяет огромную веру в будущее всей игровой индустрии Но что-то я увлекся, давайте уже о самой игре, тем более, что рассказать здесь действительно есть о чем Сама по себе она представляет двухмерный пазл-платформер с поразительно фотореалистичной графикой И невероятно милым, но очень добрым, ностальгическим и даже где-то грустным сюжетом Нашим главным героем выступит Ярни Этот паренек в прямом смысле слова является ожившим мотком красной пряжи Выпавшим из корзинки милой бабули В ее доме он и проживает, и дом этот полностью пропитан воспоминаниями этой женщины Проводником по которым и станет наш главный герой В принципе здесь все очень просто Ярни начинает в доме, где на столе лежит большой альбом с множеством выцветших и непонятных фотографий Но в другой части дома на полках и комодах расставлены в рамках другие Памятные фото более хорошего качества Нажимая на которые мы сможем перемещаться в различные уровни Связанные с воспоминаниями большой и видимо когда-то очень дружной семьи Каждый из этапов это какой-то уникальный кусочек мира Который опытному туристу с легкостью напомнит природу Швеции Ведь именно оттуда команда разработчиков и свою родную страну Они стремились показать с самых необычных и оригинальных ракурсов Раскрыв красоту мира в привычных и обыденных на первый взгляд вещах На каждом этапе нам предстоит использовать свою смекалку и в общем-то свою же собственную пряжу из которой мы состоим Для решения различных паззлов и головоломок Впрочем здесь почти никогда не бывает ничего слишком сложного Это вам не Лимбо или Брейд где иногда ты останавливался в полном недоумении с вопросом Да какого же хрена что же мне делать дальше Таких проблем здесь почти никогда нет Но это на самом деле и хорошо Потому что эта игра не об этом Она о воспоминаниях, преодолении сложностей и поисках ответов на самые главные жизненные вопросы В конце каждого этапа мы находим какой-нибудь вязанный элемент Цветочек, рыбку и так далее Каждому из которых наш Ярни очень сильно радуется А потом клеит на большой альбом Отчего в нем проясняется целая череда фотографий И появляется какая-то своя маленькая история Управление главным героем очень удобное и интуитивно понятное Как на клавиатуре, так и на геймпаде Я попробовал и там и там Привыкаешь буквально за 5 минут И потом просто наслаждаешься местной продуманной физикой И красотой этого мира Которую сложно передать словами Игра невероятно красива и фотореалистична Разработчики подчеркнули Что создавали мир по фотографиям реальных мест И в отличии от других вот проектов Где природа это просто декорации И в основном она довольно мультяшная Здесь каждый элемент и деталь И деталь имеет свое какое-то огромное значение И ты прямо видишь, что над всем этим работали Не покладая рук Местный мир очень насыщен Он полон своих каких-то маленьких элементов и деталей Чего стоят только животные и взаимодействие с ними Птицы, крабы, ежи и все остальные Здесь все они не случайно Они помогут нам еще лучше понять этот мир И проникнуть в его реальностью Честно скажу вам Я даже не предполагаю Как же, каким же образом Вот эти вот шведы сделали такую красивую игру И уж тем более не понимаю ее очень скромных системных запросов Но факт остается фактом Это самый поразительный в визуальном плане платформер Из всех существующих на данный момент Так вы и проходите, этап за этапом Решая здешние не сложные, но интересные загадки И проникая в историю вот этой вот одной семьи На самом деле сами разработчики говорят, что это игра о преодолении препятствий В воспоминаниях и поиске своего собственного будущего Но тут уже каждый сам решит для себя, поиграв Лично для меня это очень добрая и камерная история В которой главный герой так подкупает своей искренностью, что ты просто не можешь оторваться Погружаясь в эту тягучую и неспешную атмосферу шведского лета И все это под приятную фоновую музыку, которая еще больше помогает создать верное настроение Ну а говоря о минусах, стоит отметить, что здесь их поразительно и даже как-то подозрительно мало Ведь Unravel это первый проект такого плана и уровня у данных разработчиков Вы должны быть готовы к тому, что некоторые головоломки будут не слишком очевидными Иногда Ярни не будет делать то, что вы ему говорите И оттого порой даже поумирает Местами сейпоинты расположены далековато друг от друга И совершив очередную ошибку или просто рискнув добраться до одной из местных секреток Вам придется делать слишком много одних и тех же вещей заново Но это пожалуй и все Большую игру мне упрекнуть решительно не в чем В ней вас не ждут какие-то откровения или революционный геймплей Но если вы ищете что-то доброе, теплое, уютное, душевное То мимо Unravel вы просто не сможете пройти И знаете, в этой игре, несмотря на определенные недостатки Которые есть везде, давайте будем честны Меня подкупает очень многое Я имею ввиду, ну вот вы только гляньте на Ярни Главный разработчик везде таскается со своим прототипом И на волне популярности игры они легко могли бы открыть огромный магазин с мерчем Продавать куколок Ярни, футболки с ним и любые другие товары Но вместо этого на главной странице игры в Ориджине Есть видео, где Марк Салин учит нас всех Как сделать своего собственного Ярни максимально быстро и дешево В этом чувствуется отношение В этом чувствуется желание сделать что-то действительно достойное А не просто срубить бабла И это как ничто другое показывает, насколько молодые независимые финские разработчики Старались и вкладывали всех себя в эту маленькую, но интересную историю На этом, пожалуй, и все И если вам понравился этот обзор То я буду признателен, если вы поставите ему свой лайк И поделитесь со своими друзьями Ну а за предоставленную копию игры спасибо ей С ними всегда весело Brainant рекомендует Спасибо, что были со мной Оставляйте свои комментарии с впечатлениями от Unravel Подписывайтесь на канал Brainant Ну и ко мне в гости на канал заглядывайте Там тоже бывает интересно С вами был Джефф Берг Увидимся, когда увидимся Субтитры сделал DimaTorzok